Добрый день, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Сегодня очень интересная тема, и тему попросили врачи, которые приступили к своей практике в медицинских учреждениях, психологи, ученики из нашей школы. Это вопрос профессионального набора знаний, страх ошибиться, страх синдром самозванца, когда психологи или врачи начинают первую свою практику, и они очень сильно боятся совершить ошибку, они боятся консультировать, они боятся вести профессиональную деятельность. И просили меня прокомментировать, как я лично сам с этим справлялся, и я готов рассказать этот кейс свой и дать рекомендации начинающим врачам, начинающим психотерапевтам, психологам, как преодолеть вот этот вот такой первый год, наверное, или два практики. Когда я начинал консультировать людей по паническим атакам и ведет сосудистой дистонии, это был где-то 2007, наверное, год. В 2008 году я уже сделал группу в Одноклассниках, но уже тогда я был достаточно в себе уверен, потому что у меня у самого получилось справиться с паническими атаками и тревогой благодаря тем упражнениям, которые я для себя сам тогда изобрел. Я не знал, что это бихверальный подход поведенческий, я об этом узнал позже. И вот то, как я получил результат, это дало мне уверенность. Именно этой уверенностью и воспользовалось большое количество людей, которые ее почувствовали, и они мне поверили, и они стали делать эти упражнения, и им тоже помогло. И когда они стали писать мне обратную связь, я стал еще больше убеждаться в своей правоте. Но, когда я начал вести блог в Ютюбе, начало очень много приходить критики, вагоны дерьма приходили каждый день. Одиннадцатый год, двенадцатый год, тринадцатый год. И занимаясь все равно большим объемом частной практики, где-то в какой-то момент все-таки был такой, знаете, не то чтобы сомнение, а были определенные варианты, что могло бы быть все немножечко и не так. И где-то, наверное, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, по-моему, год, несмотря на то, что я достаточно много и успешно работать, вот оно могло где-то так вот осадком, фоном быть. Но произошло событие, после которого вот этого синдрома совозванца, в кавычках, даже и намека на него, который мог бы быть, он закончился. Это случилось тогда, когда меня пригласили выступить на кафедре здравоохранения имени Семашко в Первом Московском медицинском университете для заведующих кафедр и для кафедры здравоохранения. И вот тогда, когда я выступил с большой, там, двух или двух с половиной часовой лекцией и поговорил потом с заведующими медиками института, вот тогда у меня отпали все сомнения. Это вот что касается моего кейса по вот такому вопросу. Что касается вопроса, ну и дальше там, соответственно, были форумы, выступления, обратная связь людей из ассоциации, в общем, это уже другой вопрос. Вот такой вот кейс. А вот что касается практики, что бы я порекомендовал? Есть очень важная практическая часть начинающим психологам, консультантам, врачам, не важно, там, стоматолог ты, парикмахер. Запомните первое. Есть две категории людей. Значит, первая категория людей – это те, кто будут ошибаться ввиду, там, вот у меня мой, еще могу кейс рассказать, я вот был парикмахером, да, например, первое по одному из образований. Уже в 10 классе я был старшим мастером в своей группе парикмахерского искусства на УПК. И я вот тоже на основании этого опыта вам это рассказываю, не просто из теории. Например, вы парикмахер, вы стоматолог, вы врач, вы медсестра, ну в этом смысле, да, начинающий, вы психолог. Есть две категории. Первая категория – вы будете ошибаться на начальном этапе. И вторая категория – вы тоже будете ошибаться на начальном этапе. Когда вы ошибаетесь, обе эти категории будут реагировать на это по-разному. Теперь очень важный момент. Когда ошибается первая категория людей, они ошибаются, делают из этих ошибок выводы, даже если это хирурги, которые допустили кровотечение из-за неудачного движения. А даже так. Стоматологи, которые препарировали большую зону или полезли не туда. Парикмахеры, которые отрезали лишнего. Психологи, которые не понимают, куда они завели клиента и что с этим делать. Это и в первой, и второй категории будет и должно быть. Но первая категория от этих ошибок делает выводы и старается максимально из этих ошибок набраться опыта и практики. А вторая категория людей игнорирует эти ошибки, рассказывая себе, что так бывает, но ничего страшного. И просто их игнорирует. И просто сваливает на неудачный день. Проще говоря, вы наберетесь опыта тогда, когда вы будете совершать ошибки и работать над их исправлением. Например, вы сделали что-то неудачно, вы поняли почему. Пошли на супервизию или попросили вашего старшего коллегу подсказать вам. Подняли какую-то литературу, исследования. И идете дальше. И через год, через два вот этих вот ошибок и исправления их, вы начинаете более уверенно стоять на ногах. А есть другая категория парикмахеров и врачей и психологов, которые продолжают ошибаться и считают это нормальным. И вот это самое страшное. В любой профессии. Начинает парикмахер, заканчивая врачом. И вот это и есть, наверное, то различие людей, которых можно назвать профессионалами и посредственностью. Посредственность – это человек, который продолжает ошибаться, не делает из этого выводов, считает, что это нормальный ход вещей. А профессионалы – это люди, которые прошли большой путь ошибок, большой путь незнания и работали методично над теми зонами, которые они не понимают или допустили ошибку. Поэтому подытожу я бы так. Ошибаются все. Вы можете чувствовать свою неуверенность. Вы можете чувствовать свою некомпетентность в чем-то. Но это не должно вас останавливать. Вы должны только понять, что почувствовал неуверенность, почувствовал некомпетентность, начал изучать этот вопрос. И вот метод тыка и проб и ошибок – это те способы закрывания своей некомпетентности. Вот это самое главное. Ну и последнее. Очень много моих коллег, которые ко мне обращаются в школе. Вы знаете, что мы занимаемся. Я занимаюсь личной консультацией людей на начальном этапе своей профессии. Я и консультирую и врачей, у которых есть такой вот синдром и психологов. У врачей синдром – это история всем помочь, всех спасти. Они бегают по отделению, как с бешеной торбой. Но все, кто врачи слушают, знают, что новичков видно всегда. Они в каждую палату, к каждой бабушке, к каждому дедушке. И это всегда видно, и это всегда очевидно. И психологи тоже самое в нашей истории – это люди, которые отдаются и выжимаются по полной программе. Так вот, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что иногда обращаются ко мне… Я прихожу в институт или на какое-то мероприятие, и подходит человек и говорит, вот, благодаря вам я пошла учиться в институт. Я говорю, ты практикуешь? Я спрашиваю человека. Человек говорит, нет, не практикую. Я говорю, почему? Я слышу всегда один и тот же вопрос. Я недостаточно готова. Я говорю, скажи, пожалуйста, а что должно произойти, чтобы ты была достаточно готова? Ну, я должна понять, я должна закончить, я должна получить, я должна вот как-то почувствовать. Вот, ходите от меня совет, да, практически, если вам интересно, вот мой опыт, да, и мое мнение. Вы никогда не почувствуете, что вы готовы. Вы никогда не случится щелчка, где вы скажете, я готова или готов, значит, консультировать. Вы должны пройти вот эти первые три года, где вы будете чувствовать, что вы не готовы, что, может быть, вы что-то не знаете, может быть, вам где-то не хватает. Но, как я говорил ранее, да, вы должны поднимать литературу, поднимать исследования, поднимать специалистов, поднимать супервизоров, поднимать интервизоров и закрывать то, с чем вы будете сталкиваться. Вот тогда, через три года, вы встанете на ноги. Если вы будете оттягивать этот момент со словами, я буду готова, буду готова, поверьте, вы не начнете никогда. Надеюсь, вам это пояснение было интересным. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта. Спасибо за ваш вопрос. Задавайте их в Инстаграме, в Ютубе, и я, по возможности, буду на них отвечать. Спасибо. Благодарю за внимание.